здравствуйте дорогие друзья сегодня хотел бы поговорить на тему подачи заявок для разблокировки активов которые были заморожены у меня в тинькове тоже есть скажем так небольшой объем средств которые заморозились это кто помнит была блокировка на выходных днях санкт-петербургской бирже заморозили там какие-то определенные проценты от бумаг и вот у меня в основном бумаги мета попали под данное воздействие напомню что мета является террористической организации запрещена в рф поэтому с двойной силой хочу продать эти бумаги но как бы полный объем реализован не будет тем не менее в объеме 100 тысяч можно такую заявку исполнить уже довольно длительный период времени лежат бумаги в инвестиционном портфеле мета еще по мелочам даже какой-то рост наблюдается по стоимости портфеля и давайте собственно продемонстрируем вот эти бумаги которые застряли вот мета то есть она имеет основную стоимость в заблокированных бумагах на 2000 долларов соответственно какой механизм подачи заявки механизм очень прост в данном ролике его покажу значит выбираете те бумаги которые хотите продать и я бы еще порекомендовал воспользоваться так называемым калькулятором выкупа чтобы определить за сколько ваши бумаги уйдут на продажу потому что появляются данные что не все бумаги значит по хорошей цене продаются и кого-то не устраивает та цена которая предлагается за них вот видите стоимость ценных бумаг определяется в рублях по курсу банка россии на основании цены закрытия торгов 22 марта 2024 года на бирже первичного листинга то есть они зафиксировали этот эту дату и вот исходя из этой даты уже будет бумаги там покупаться продаваться стоимость будет зафиксирована таким образом можете не пользоваться даже пожалуй перечнем там иностранных ценных бумаг в табличках вот целевских что-то выискивать проще зайти в калькулятор выкупа и ввести те активы которые к примеру вы желаете продать водите просто напросто тикер например это уже самый apple и вот выпадает такой вот списочек тикер и син и стоимость продажи 15 841 давайте с вами посмотрим 15 841 и сколько apple торгуется в рынке в рынке он торгуется 171 48 171 48 ну и примерно у нас доллар 92 с половиной 15 861 то есть конечно изменения какие-то произошли но они совершенно несущественные та же самая запрещенная организация мета которую я выставил в продажу это вот она 46 тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей ну калькулятором пересчитывать не будем я думаю что это где-то плюс минус правильно поэтому обязательно пробегитесь по своим бумагам посмотрите что есть смысл продавать чего нет смысла продавать к примеру у меня есть в портфеле бумаги ftc и замороженные тут какие-то копеечки на 4 доллара конечно и продавать нет смысла потому что не упали в цене например пусть они полежат вот таким вот образом выбираете бумаги которые хотите продать убеждаетесь что стоимость вас устраивает в том же самом тинькове не нашел такого виджета вкладки который позволял бы подать заявку но все очень просто есть робот открываете окошечко переписки с тиньков инвестициями вот видите я пишу здравствуйте как можно подать заявку на обмен замороженными активами от робота тиньков выпадает вот такое окошечко перейти к заявкам хотел вам его поддемонстрировать но она почему-то сейчас не работает то есть я думаю что она у меня не работает у вас будет работать потому что заявку я уже подал в таком же формате значит будет указано выберите те бумаги которые хотите продать я выбрал тот же самый мета и количество бумаг которые хотите продать вел две бумаги это 190 там или сколько-то две бумаги это 90 с копейками тысяч вот отправил еще у меня остался лимит например там три или четыре тысячи рублей до ста тысяч и если не ошибусь хантингтон беншерс или что-то я вставил дополнительную акцию нажал один все он у меня принял эту заявку она получилась там на 98 99 тысяч рублей все вопрос закрыт то есть вот заявка подана и так это работает у других брокеров аналогичным стоит ситуацию кого-то может быть есть виджет на который вы проходите также выбираете бумаги которые хотели бы продать если вы такого виджета не наблюдаете в приложении или веб-интерфейсе напишите хочу продать замороженные активы робот вам подскажет или человек подскажет ссылочку и там напишите что хотите продать и количество этих акций вот собственно и все процесс максимально прост рекомендую пользоваться вот этим калькулятором перепроверить чтобы не попасть неудобную ситуацию и не продать за те деньги которые вы бы не хотели скажем так получить за свои акции безусловно считаю что стоит инструментом воспользоваться и шансы на его эффективность они повысились потому что как я понимаю иностранцы будут выкупать активы взамен там своих активов замороженных то есть некая такая система изначально было озвучено что они будут предложены и не резидентом к выкупу эти эти бумаги но согласятся резиденты не резиденты или не согласятся стало с вопросом то есть была невысокой вероятность зачем не резиденты будет заморачиваться с нашими там замороженными бумагами что-то выкупать какими-то лотами но если будет какой-то равнозначный обмен предложен то вполне вероятно что эта система сработает опять же вторым моментом который я бы выделил здесь помимо того что вероятнее всего система сработает если сбоя технического никакого не будет или политического сбоя второй момент бумаги вот по текущей зафиксированной стоимости которая была зафиксирована 22 марта будут выставлены на торги летом то есть понимаем какой серьезный разрыв возникает в периоде и те бумаги например эппела которые сейчас там сколько мы смотрели они стоят определенную сумму там 171 доллар тогда они могут стоить например 120 долларов да могут ведь такое может и произойти они могут скорректировать технологический сектор и вопросом встанет момент стоит ли не резиденту покупать ваши акции apple по 171 доллар если они будут стоить в рынке например 120 долларов это такой просто один из нюансов которые может возникнуть поэтому возникает вот такой вот риск что бумаги могут стоить дорого но возникает и другой риск что компания в цене вырастет тому моменту а выставлена заявка будет по более низкой стоимости но я думаю здесь все выбирать то не приходится понимать мы в такие условия поставлены что за какие-то там копеечки торговаться смысла нет необходимо эти бумаги разблокировать выберите то что вас устраивает не выбирайте то что очевидно просадки потому что то что в просадке она подрастет а вы продадите это дешево в то время когда в портфеле останутся выросшие бумаги которые там примеру упадут ну то есть это очевидный такой момент продавай когда дорого покупай когда дешево вот собственно самый самая на простая инструкция которая есть и вот калькулятор выкупа я тоже оставлю в виде ссылки под роликом проходите смотрите ну и напомню что пишите брокеру в чат поддержки хочу продать замороженные активы вам придет ссылочка где вы сможете просто напросто указать те активы которые хотите продать все очень просто заявка имеет место быть отправляется и срок этой подачи этих заявок с не ошибусь 8 мая последний день но я бы не стал затягивать можно уже что-то выбрать отправить эту заявку и быть уверенным в том что успели что все нормально что ваша заявка будет в обработке находиться на этом все напишите попадали ли вы заявку какие еще с какими тонкостями нюансами сталкивались ну еще раз хочу подчеркнуть что это замечательное движение по разблокировке я надеюсь что она будет работать поскольку денег у российского инвестора сблокировано довольно таки много пусть 100 тысяч рублей может быть следующим шагом станет и большая сумма мы тут в одной лодке в одном инвесторском сообществе скажем так на этом все всем удачи в инвестициях самое главное здоровьем всего доброго до свидания